И снова здравствуйте, дорогие мои рукодельницы! Сегодня мы продолжаем работать на вот такой композиции на озере. Я уже добавила немножко. Вот с левой стороны добавила травки. Ну и вот такие синенькие цветочки мне захотелось добавить. Стебелечек для этих цветочков я сделала из ленточки зеленой в 3 мм. А сами цветочки тоже из ленточки в 3 мм синего цвета. Ну и травки из ленточки 6 мм. И как вы видите, я своей лилии добавила цвета. Цвета фуксии добавила. И вот она такая стала у меня еще нежнее и еще красивее, на мой взгляд. Мне очень нравится. И сегодня я вышью стрекозку, которая устремилась к моей красивой лилии. Что для этого мне нужно? Значит, я взяла... Стрекозки в природе встречаются... Вот если их рассматривать, у них брюшко абсолютно... И хвостик абсолютно разных цветов. Ну и я сегодня выбрала вот такую ленточку, значит, 6 мм светло-серого цвета для нее взяла. И хвостик и брюшко не бывает, что вот равномерно, да, они вот такого только какого-то одного цвета. Либо зеленого, либо серого. И поэтому, чтобы такие вышить полоски на хвостике, я взяла тоже серую, серые нитки, тоже атласные. Но взяла темнее цвет. Далее, для крылышек мне понадобится... Ленточка я взяла органзу. Она у меня тут, наверное, 15 мм шириной. Потому что у стрекозы же такие прозрачные крылышки. И вот органза, она тоже дает вот такой вид прозрачности. То есть вот через нее мы все видим. Далее... Так, что мне уже не надо было. И что эти крылышки у стрекозки на солнце переливаются разными цветами. Она такая красавица, модница. И поэтому, чтобы вот передать те блестки на крылышек, я еще... На крылышках я еще взяла... Вот такая у меня есть металлизированная нить. Вот с переходом к разным цветам. Вот ее я тоже сегодня буду использовать. Ну и ножницы, иголки и маркер, как всегда. Итак, с чего я начну? Ну, конечно же, я начну с туловища, с брюшка, с головку. Головка такая у нее... Ну, она как бы разделена на две части. И я сейчас сделаю сначала головку. Что я сделаю? Я... Давай я, наверное, три сделаю французских узелка. Вот с одной стороны. Так, что я сделала? Попала опять в узелок. Так, вот у меня одна часть головки. И она как бы разделена на две части головка. Вот и я также ее сделаю из двух французских узелков. И вторая часть. Тоже три навива. И вот буквально рядышком-рядышком с первой, с первым узелочком я вывожу иголочку. Вот так. Вот какие у меня будут. Какая головка. Она сразу как бы разделилась вот на две части. Теперь между вот этих узелочков я вывожу ленточку. И теперь я буду делать туловище. Туловище в струкозке небольшое. Ну, вот сколько я здесь сантиметра? Полтора, наверное. Сделаю стежочек. Так. Причем я сделаю здесь не один стежок. Буду делать стежки в одни и те же отверстия. Вот я один сделала. Теперь опять сюда, практически в это же отверстие, ввожу иголочку. Так. И увожу опять в то же отверстие. Ту же дырочку стараюсь попасть. Так. Так. И еще раз. То есть вот три раза, три стежка у меня будут выходить и заходить в одно и то же отверстие. И от этого мое брюшко станет, вернее не мое, а у стрекозы, брюшко станет такое вот объемненькое. То, что я и пытаюсь достичь. Так. Вот так. 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 Нет, мне это не нравится. Почему? Потому что ленточка легла матовой стороной. И она имеет свойство изгибаться к верху. А мне надо, чтобы она наоборот вот к низу туда изгибалась. Вот так. Ну и теперь я делаю хвостик. У меня там получится переход большой, но это ничего страшного. Я вывожу ленточку теперь, ну, где хвостик заканчивается. Расправляю ленточку и увожу вот опять же в это те же отверстие, где у меня заканчивалось туловище. Так. 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 Что-то мне не нравится. Здесь, наверное, я знаете, что делаю? Я перекручу. Ведь хвостик, он тоньше, чем туловище. Я ленточку сейчас подкручу. Так. Выведу наружу. Так. И подкручу. Такая у меня вот. Да. Вот это будет здорово. Давно вышивала стрекозку и уже забыла, как я это делала. Да. Вот так. Хвостик-то ведь у нее тоненький. Вот так будет здорово. Вот теперь все. Теперь я отрезаю ленточку. Припаиваю. Ну, и теперь я сделаю вот те полосочки. Возьму ниточку потемнее. Вот тоже серая она у меня, но темно-серая. Аклассная. Так. Что я сделаю. Я сейчас вот такими простыми прямыми стежками вот так прошью. Сделаю ей полоски. На брюшке сделаю полоски. И на хвостике. И вот этим самым я и хвостик закрепила, потому что там у нас же длинный стежок. И вот такую красоту сделала. Я думаю, достаточно. Все должно быть в меру. Так. И я сейчас попытаюсь еще сделать глазки. Введу сейчас иголочку вот в средину вот этих вот узелочков. Так. Получилось. Сделаю теперь тоже французский узелочек. Так. Товтри навива тоже хватит. И снова уведу ленточку. И ниточку вернее. А. О, какой глаз получился. Непослушная моя ленточка. Ой, его ниточка. Петлю сделала, где не надо. Все утянула. И у этого, с этой стороны, я тоже сделаю глазик. Она у меня такая глазастая будет. Так. Вывели. Вот если работать вот с такой ниткой, с атласной, она непослушная. Поэтому нужно постоянно вот стараться, чтобы она была в натяжку. Если чуть ослабили, все, начинаются какие-то узлы, петли непонятные и ненужные нам. Поэтому я вот натягиваю сейчас на иголочки. Так. Иголка толстоватая. Через ленты проходит струду. Ну, проходит. Так. Ну, вот. Таких два замечательных глазика у меня получилось. Здорово. Она даже у меня хвостик-то вот получился немножко изогнутый. Это даже здорово. И теперь осталось вышить моей стрекозки крылышки. Крылышки, крылышки. Вот одно идёт где-то рядом с головкой. Крылышко выводим. Так. Расправляем ленточку. И уводим. Наизнанку. Так. При этом крылышки вот такие должны быть воздушные. Оставляем вот такую дугу. Так. И немножко отступая в сторону. Потому что крылышки буквально практически рядом у стрекозки. И уводим сюда к туловищу. Рядышком с первым. Укладываем красиво ленточку. Вот так. С одной стороны есть. И то же самое я сейчас сделаю с другой стороны. Так. Вытянула я нитки нежелательные с изнанки. Мы их отрежем. Ну и здесь надо постараться, чтобы крылышки были примерно одинаковой длины. И увожу на изнаночку. Подтягиваю то один, то другой уголочек. Вот так. Какая красота! Страшная сила. И вышиваю второе крылышко. Ленточку расправляю. И увожу рядышком. Все. Крынышки готовы. Отрезаем. И припаиваем ленточку. Ну и теперь самое интересное. Самая ювелирная будет работа. Берем иголочку с металлизированной ниточкой. Выведу. Это у меня узелок. Поэтому я ее выведу с изнанки. Вот в самый край. В этой. В самый-самый край крылышка. И теперь я буду делать вот такие стежки. по крылышку. Но я не буду теперь прокалывать основу. То есть я вот эти все сейчас буду стежочки делать на весу. Так. Не надо цепляться. Так. Так. Я вот вставила в две ниточки. Наверное, зря я это сделала. Толстовато. Ну, теперь уже буду так делать. Вообще, надо, наверное, в одну только ниточку вставлять. Эту металлизированную. Вообще, что мне мешает отрезать? Все. Теперь будет одна ниточка. И здесь тоже делаю такие стежочки, как мне нравится. Да, вот одна лучше ложится. Она тоненькая. И она более послушная. Ниточка получается, чем в две ниточки. В одну нужно брать. И она вот нежнее ложится на крылышке. Нежнее смотрится. Я, правда, не знаю, видно вам камеру или нет. Но мне хорошо видно. Так. Так. Вот я, пожалуй, еще вот здесь в серединку добавлю. Так вот. Так. И теперь уведу, наверное, наизнанку. Вот у основания второго крылышка я уведу наизнанку. Не затягивая, чтобы не притянуть наше крылышко. Вот так мы ее поправим. И теперь то же самое я сделаю с противоположной стороны с крылышками. Так. Тоже буду не прокалывая ткань теперь. Теперь я опять вывела в основание крылышко. И теперь опять делаю вот такие вот стежочки. Ниточка блестит, переливается красиво. Крылышки у меня теперь будут блестеть. Красивые. Ну, в одну, да, ниточку получается нежнее, красивее. Так что я зря делала первое крылышко в две ниточки. Почему-то так сделала. Так. И снова вывожу иголочку у основания. Теперь уже четвертого крылышка. Так. Подтянула. Назад вернем. Так. И здесь сделаю то же самое. Аккуратными такими стежочками. Тут не важно, какими стежками вы будете укладывать. Какими вам понравится. Я так думаю. И назад возвращаюсь теперь к туловищу. Так. Что-то маленько не так сделала. Ну, и сейчас вот так сделаю. Здесь удобнее всего металлизированной ниточкой вышивать тонкой иголочкой. Я имею ввиду. Это будет удобнее. И все. И увожу ниточку на обратную сторону. И вот такая красавица. Стрекоза у меня получилась. Крылышки блестят. Сама такая серенькая вся. Так. Оставлю здесь. Потом заберу. И так. Вот такая красота у меня получилась. Такой сюжетик на озере. Если вам, дорогие мои, понравилось мое видео, понравился мой мастер-класс, пожалуйста, нажмите на пальчик вверху. И поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Я жду ваших комментариев. И если вы еще не подписаны на мой канал, вы можете это сделать прямо сейчас. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И до новых встреч на моем канале.